Сегодня я общаюсь со своим учеником Бахадиром, который у меня занимался и обучался на курсе по маркетингу. Поговорим в режиме вопрос-ответ, потому что очень много мне задают вопросов, насколько полезно обучение, нужно ли обучаться, какие проблемы есть, можно ли их решить. Вот стараюсь с тобой поговорить. Расскажи, пожалуйста, про себя, как тебя зовут, где живешь, из какого-то города, про себя просто скажи. Понятно. Ребят, всем привет, меня зовут Бахадир, можно просто Баха. Мне 23 года, по образованию я инженер, логист, но так получилось, что я начал свою карьеру в маркетинге уже года три-четыре назад. Очень много курсов смотрел, изучал, начинал с СММ и так далее. То есть была своя компания, год проработали, потом все пошло наперекосяк, понял, что не хватает знаний, не хватает менеджмента определенного. По найму сотрудников я не знаю ничего практически. Ну так получилось, что, как всегда бывает в моем возрасте, там друзей понаберешь, нормально не разделишь обязанности и происходит вот такой вот коллапсик. Как ты нашел меня, почему ты решил обучиться? Так, нашел я тебя, по-моему, на ютуб канале, да, насколько я помню, да, на ютуб, по инстапрожарке, да. Вот, увидел несколько роликов в инстапрожарку, как ты проводил анализы инстаграм-страниц и так далее. В дальнейшем потом у тебя открылся курс по интернет-маркетингу, по маркетингу в комплексном. Ну я, так, как сказать, как и все, сомневался чуть-чуть, ну потому что я много курсов пересмотрел. Но потом ты запустил марафон трафика, на котором я, который стоил полторы тысячи рублей, насколько я помню. Да, да, да. И там просто по настройке фейсбук, инстаграм и вконтакте, там и по анализу аудитории и так далее, столько знаний было по смарт-целям и так далее, я получил. И был очень сильный рост, я понял, что я хочу обучаться на полном курсе. Вот. Как потом, естественно, после курса у меня был, то есть я работаю в компании международной сейчас, но параллельно веду несколько клиентов. У меня был клиент-ресторан, достаточно известный, проходимость в месяц порядка, там, 10 тысяч человек. Очень известный ресторан. Ну, была такая проблема, не знал, как повысить средний чек, ввиду нехватки знаний. Прошел курс, даже сразу скажу, не весь курс, ребят, прошел там буквально, там, мне хватило буквально четырех уроков, чтобы прийти к учредителю данного ресторана по-новому оформить договор, показать, что я прошел, какие документы, какие Excel-таблицы, которые ты нам давал изначально. И порядка трех-четырех уроков хватило для того, чтобы в три раза увеличить свой средний чек. То есть раньше я зарабатывал порядка четырехсот-пятисот долларов, сейчас клиент стабильно платит тысячи триста долларов в месяц. Забавный такой момент, что ты уже не первый говоришь, что в курсе 25 занятий, и хватает там трех-четырех занятий первых, чтобы там уже что-то начать делать. Потому что мозг, я так понимаю, кипит от объема информации, да? Да. А объема информации было очень много, очень много. Можно даже сказать, что мы не успевали иногда все кушать, да, грубо говоря. Но, слава Богу, мы могли просматривать в записях, пересматривать это все, дополнительно изучать. Информации было очень много. Когда я начал изучать, ладно, повысил средний чек, это основное, да, важное, но также основополагающим является это доведение клиента до результата. Мы изучили автоворонки в мессенджерах, в туннеле в мессенджерах, настройки в Google рекламы, Яндекс, на Ютубе и так далее, настройку в Facebook, Instagram, ВКонтакте и так далее. Все эти инструменты я внедрил. Вот буквально вчера была встреча с клиентом, и при 10 тысячах посетителей за три месяца мы добились того, что от 900 до 1000 клиентов дополнительно новых пришло в ресторан. Это только пришло, помимо того, что мы запустили доставку наконец-таки и начали работать по доставке. И очень даже активно в день порядка 30-40 заказов приходит. То есть ресторан в Ташкенте средний чек выше среднего. То есть обычно у нас в Ташкенте где-то 10 долларов средний чек, 10-15 долларов на человека, а там порядка 20-30 долларов. Такой вопрос. Меня многие смотрят, молодые, как и ты, ребята, и что ты им можешь посоветовать, когда у них есть страх идти кому-то обучаться? То есть у тебя тоже были сомнения, почему ты решил пойти там именно ко мне? Чем отличается мое обучение от других обучений? Вот такой вопрос. Ну, основное, что мне понравилось и что повлекло меня сначала устремить мое внимание к тебе, это первое, это твои кейсы. То, что ты работал с крупными компаниями, с крупными брендами и именитыми людьми? Ну, тот Радислав Гандабас, Блэк Стар и так далее. Аяша Будинов, Лайк Бизнес Центр. То есть это те люди, за кем я следил. За которыми я следил. Я в Лайк Центр у нас есть также, в Узбекистане, в Ташкенте я туда ходил. И я понял, что это был основной первый шаг к тому, что человек действительно дело, да? То есть ты не Игорь Иман, грубо говоря, у которого кейсов нет, но он говорит. То есть у тебя есть ты практик, ты практик. Вот основное, что меня повлекло, ну, основной мой, почему я заострил свой интерес именно на тебе. В дальнейшем это, конечно, потом... Я уже сразу хотел, честно говоря, в тот момент купить курс. Но, как сказать, хотел... Ну, также потом мне Леон рассказал о том, что у тебя есть марафон трафика. Вот я прошел, и тогда я уже точно был уверен в том, что все, надо, ребят, надо работать, надо брать, надо меняться. Плюс самый, как прошедшего курса, самое крутое, это психология. Это прямо очень сильно... Очень сильно повлияло на меня, на мою голову, о том, что не нужно бояться высоких чеков, не нужно бояться общаться с клиентом, не нужно точно ставить все свои пожелания. То есть даже с клиентом, когда ты общаешься, нужно четко понимать, чего ты хочешь, и что ты можешь ему дать и так далее. То есть перестал бояться вообще абсолютно повышать средний чек, повышать стоимость. Ну, и перестал работать с мелкими клиентами, что сильно очень тянуло назад. Очень сильно. Круто. Такой вопрос. Как ты думаешь? Вот просто я тоже проходил большое количество обучений, работал с многими людьми, которые там занимаются обучением маркетинга. Говорит, Олеся Тимофеев, Кир Уланов, Илья Трикси, там здесь такие, знаешь, там... В общем, со многими игроками рынка знаком лично там и работал. И я заметил такую вещь, что в большинстве курсов почему-то, ну, по маркетингу почему-то не учитывают именно вот фактор психологии отношения к себе и к клиенту. Как ты думаешь, насколько важно проработать вот эти моменты, помимо просто каких-то знаний, которые я могу тебе дать как специалист? Ну, откровенно говоря, вообще интернет, он объемный, он емкий. Есть очень много разных, ну, сам знаешь, сливы, не сливы и так далее, где знания можно получить. Это одно. Знания ты можешь получить. Проблема в том, что сможешь ли ты и хватит ли тебе духу, мотивации и настроен ли ты на то, чтобы использовать эти знания. То, что ты нам именно и дал на курсе. Это там 25 у нас уроков было, плюс еще вопрос-ответ сессии, что не раз затрагивало именно психологию. То есть перед каждым уроком мы практически полчаса, час мы уделяли психологию, насколько я помню. И я считаю, что именно психология, изменение мышления гораздо имеет больше влияния. Допустим, вот трех уроков твоих вначале мне хватило собраться с духом и понять, чего я хочу от клиента. Хотя я еще не прошел весь курс, у меня недостаток знаний. Но я пошел, закрыл этого клиента на сверхдопчек. Но я взялся за эту работу, и я никак и не боялся этого. Это основное. Потому что конечный наш результат – это, конечно, финансовая составляющая и доведение клиента до результата. Если, скажем, у тебя спросят, что повлияло на твой результат в деньгах, то есть всем же важен результат, то есть ребята, которые, скажем, мне задают вопросы, обучаться у меня, не обучаться, они всегда спрашивают про результат. Что конкретно повлияло на то, что ты вырос? То есть как ты думаешь, какая причина того, что ты смог дойти до этого результата, который ты сейчас имеешь? Можешь повторить, ты пропал? Я? В связи пропал. Многие у нас спрашивают, ребята, да, то есть, вот скажем, есть результаты до, есть результаты после, да. Что у тебя подслужило вот этим фактором роста, как ты думаешь? То есть, вот конкретно можешь сказать, там, какие моменты твои действия, которые тебе позволили вырасти после обучения или во время обучения? Самое основное, это, ну, я очень боялся брать новых клиентов. Это первое. Второе, я очень боялся повышать стоимость своих услуг. То есть, к примеру, если я работал за 200 долларов, и я такой думаю, блин, почему я должен просто так прийти, там, и поднять средний чек, к примеру, да, или, там, найти другого клиента, и у меня не хватало духу прийти и сказать, там, дружище, там, за вот эту работу, там, не тысяча, чуть не тысяча пятьсот долларов, да, к примеру, а 200. То есть, я очень боялся повышать стоимость своих услуг. Второй фактор, который повлиял, третий фактор, точнее, это, конечно же, ну, знание, очень большой объем знаний. То есть, я знаю, я верю в то, что я смогу, потому что я знаю. Потому что я прошел очень большой и емкий курс, который охватывает весь маркетинг в целом. И я, когда я прихожу к клиенту, когда он мне говорит, новые клиенты вот поступают, они говорят, вот такой, такой, такой результат нам нужен. Я говорю, хорошо, я делаю расчет обратной воронки, я высчитываю, говорю, вот такой вам, вот такой вот такой бюджет вы должны мне дать. И все. То есть, я уверен в том, что вот с таким бюджетом я сделаю это, потому что я знаю, как это делать. Я поэтапно, как ты проходил во всех уроках, поэтапно, я делаю все поэтапно, и у меня, я понимаю то, что я по-любому доведу этого человека до результата, потому что у меня хватает знаний. Какие у тебя еще страхи были? С которыми ты смог справиться там во время и после курса? Страхи по поводу... Так. Были по поводу делегирования. Были большие страхи, потому что я привык выполнять все сам, делать все сам. И также мы прошли по поводу найма и делегирования, у нас был урок. Вот, мы прошли, и я понял, что зачем заниматься мелочными вещами, допустим, те же самые настраивания целей в аналитике, за которые можно там в коворке за 500 рублей, грубо говоря, купить. И зачем мне сидеть и мудохаться с этим? То есть не надо бояться делегировать, надо делать это и давать себе больше свободного времени. То есть я всегда боялся, что кто-то сделает хуже меня. Ну, как показал результат, тут такого нет. Все отлично, все работает, все процессы налажены. Так. Что еще ты боялся? Какие у тебя были страхи, сомнения, с которыми ты потом смог справиться? Какие еще? Ну, вот так же был изначально страх, то есть когда я брался за клиента, то что я не смогу сделать ему тот результат, который он хочет. Ну, после прохождения курса, получения определенных знаний, получения знаний, получения формул, всех расчетов, и знания алгоритма того, как нужно что делать, я переборол страх доведения до результата. То есть когда приходил новый клиент, он мне говорил, например, мне нужно 500 лидов на обучение по английскому языку. Ну, я такой, блин, и как же я сделаю? Потому что я занимался только СММом, и я был ограничен в Фейсбуке и в Инстаграме. Хотя когда мы посмотрели, по гугл-трендам, по ключевым словам и так далее, по курсу, который мы прошли, и я понял, и вышли дополнительные источники трафика, грубо говоря, для меня. Откуда, как я могу брать, и что, как настроив, я смогу довести клиента до результата. Потому что я очень сильно горю тем, чтобы мое имя, чтобы не осрамить свое имя, грубо говоря, чтобы про меня знали, как реально профессионалы. Что ты можешь посоветовать, там, последний вопрос, ребятам, которые сейчас тоже, там, сомневаются, боятся, там, не знают, какой курс выбрать, у кого обучаться. Я не предлагаю тебе, тебе меня рекламировать, да, просто как искреннее, искреннее какое-то твое напутствие и пожелания ребятам, которые сейчас отстают на путь маркетинга, либо уже встали, но хотят в нем развиваться, да, им их не устраивает заработок. Что ты им посоветуешь? Ну, вообще, в целом, что я посоветую? Да, да. Ну, вот у тебя есть, скажем, там, не знаю, друзья, предположим, знакомые, которые смотрят на твои результаты, хотят так же, да, но не понимают, как ты это сделал, да, там, тоже хотят у кого-то обучиться, да, там, как-то понять вот то, что ты делаешь, что ты им посоветуешь, вот этим вот ребятам? Ну, если сравнивать вот мой путь вообще в целом, маркетинг, да, то есть я начинал с самообучения, да, что не является хорошо, потому что я потратил 2-3 года на то, чтобы получить все эти шишки, удариться головой, пройти там через порядка 30-40 клиентов, неудачных, неуспешных, то есть набить себе, заработать кучу ошибок, я считаю, что это можно гораздо быстрее зайти в маркетинг, каким путем, то есть что бы я посоветовал ребятам, да, молодым, не рассматривайте затрату за курсы какие-то, онлайн-курсы и так далее, как пассив, да, это ваш актив, то есть самый лучший актив, как все говорят, это актив себя в свои знания, то есть путем зарабатывания новых знаний, получения новых знаний, вы просто рассматривать нужных как актив, потому что вы уверены, ну, действительно, вы получите гораздо больше, потратив на курс определенную цену, и вы получите гораздо больше в дальнейшем. Ну, я бы, конечно, посоветовал брать курсы, определенно твои, потому что я прошел очень много курсов, там, очень много воды, мы все знаем, то есть там, и в основном, там, там, нанимают, там, три-четыре тебе куратора, там, основной человек, ради которого ты пришел, он вообще не ведет тебя, там, просто там какой-то его ученик, тоже, который, там, не знаю, ну, в общем, ты пришел из определенного человека, но курс проходит, во-первых, не он, и куратор основной не твой, не он, и домашнее задание, и так далее, не он проверяет. То есть получается такой, как бы, суррогат, обман, да, то есть ты, как бы, ты идешь на человека, который конкретно чего-то добился, а тебе предлагают учителя, какого-то непонятного чела, который на зарплате сидит, так. Да, было два таких курса, я не буду имен называть, это такие известные люди, прошел курс, мне, ну, как, сначала я оставил заявку, естественно, я знаю этого человека, давно за ним наблюдал, ну, перезванивают, мне колбэк идет, я поднимаю трубку, и так далее, начинаю спрашивать, интересуюсь курсом, ну, они, типа, у нас записи, и у нас, там, у вас будет свой куратор, который будет проверять ваше домашнее задание. Я говорю, подождите, типа, кто будет проверять, не основной человек, ради которого я пришел, они говорят, нет, типа, у вас будет свой куратор, он будет проверять в вашу домашню, и говорить вот так, вот так, вот так, как делать, где ваши ошибки. Ну, я думаю, ладно, поверил, купил курс, он, тогда сколько он стоил, порядка 40-50 тысяч рублей он стоил. Давно это было, купил курс, прошел, ну, ну, куратор, как сказать, неизвестный, неизвестный, неизвестный абсолютный человек, не с таким багажом знаний, и там, грубо говоря, было на отвале отношения, вот это все. А ты можешь хотя бы намекнуть, не называть название, просто и у кого попал, но намекнуть, чтобы люди поняли, о ком идет речь. Это когда зарождалось только-только, автоворонки и так далее зарождались, был этот человек, один из первых, там. То есть это девушка? Ну, практически, да. Я понял, окей, хорошо. То есть, получается, мы имеем сейчас картину какую, то есть на рынке обучения, да, сейчас, идет очень большой спад. Почему? Потому что падает качество. То есть нету вот этого личной работы. Ребята, которые делают курсы, они особо не парятся, то есть нанимают там, получается, кураторов, которые за всем этим следят, и нету результата учеников, не потому что, может быть, даже курс плохой, да, потому что нету конкретной работы с человеком, и нет вот этого вот лица, ради которого туда шли. Правильно? Угу. Окей. Именно так. Спасибо тебе за ответы на вопрос, спасибо, что вышел прямой эфир. Спасибо. Да, еще раз представься для ребят, которые позже нас начали смотреть, или где-то в записи, там, как тебя зовут, чем ты занимаешься, какие результаты до и после, еще раз. Всем привет, всем привет, ребят, меня Бахадыр зовут, я с Ташкента, с Узбекистана, по образованию инженер-логист, стал маркетологом, до курса примерно средний доход был порядка 500 долларов, 400, 500, 600, и она вот варьировалась. Сейчас стабильный заработок, это с одного клиента 1300, и, ну, это клиент, который я веду порядка трех месяцев, 1300, и еще помимо этого, клиенты приходят определенные, я на аутсорс отдаю, нахожу людей, и передаю клиенту. Ну, порядка сейчас в среднем 1500-1600 долларов. То есть, получается, точка А, точка 0 была 300 долларов, 230 ты сказал, точка Б, это получается 1500-1600 долларов. Да. То есть, в 5 раз увеличился? Да, 4-5 раз. Это за счет знаний, за счет проработки психологии, за счет уверенности в себе, которую ты получил после курса, за счет личной работы, за счет количества уроков, которые ты прошел, там был большой объем знаний. Ну, и я так еще думаю, за счет того, что у нас есть общий чатик там в Телеграм, где мы все общаемся, там делимся какими-то результатами, я думаю, это тоже повлияло. Да, то есть, до сих пор у нас есть группа наша, пятого потока, мы, ребята, когда что-то сделали, допустим, кто-то запустил туннель в мессенджерах, он скидывает, он говорит, ребят, посмотрите, пройдите, что, как, где исправить, где поправить, то есть, есть определенная фокус-группа, которая помогает. То есть, так же было с парнем нашим, я не помню, он настроил квизы на сайт, для того, чтобы собирать лиды, и там были проблемы с самими квизами, то есть, у него было пять этапов, просто они шли не по порядку, и не так, как нужно было. То есть, мы собрались, пять-шесть человек, вместе написали, и он запустил данный квиз на своем веб-сайте, чтобы получать лиды, более правильно и более проработанно. То есть, там, где думает один человек, это одно, там, где пять, это совсем другое. Круто. Спасибо тебе большое за прямой эфир. Удачи тебе в твоем бизнесе, в твоих клиентах, в проектах. Спасибо тебе. Пока. Спасибо большое, Макс. Давайте, ребят, всем пока. Пока.